Всем привет! Вы на канале Мегагигавольт. В сегодняшнем видео будем распаковывать посылки из Китая. Сегодня у нас 6 посылок и давайте приступим к их распаковке. Кстати, на некоторой посылке я в следующих видео сниму подробные обзоры. Сейчас просто будет распаковка. Здесь у нас маленькая посылка. Написано, что OZER Electronic Component, то есть какие-то электронные компоненты. А здесь у нас преобразователь, который преобразует напряжение от 1.5 вольт до 5 вольт. Он предназначен в основном для модулей Arduino. Вот такая небольшая плата. Вверху установлен переключатель, положение ON-OFF. Внизу схема преобразователя и это все питается от батареи либо аккумулятора типоразмера 3А. Следующая посылка. Здесь у нас находятся аккумуляторы. Заказывал я давно еще вот такие вот аккумуляторы типоразмера 3А. Фирма называется PikaCell. Это у нас были аккумуляторы 3А, а здесь у нас должны быть аккумуляторы 2А. Их здесь 12 штук и емкость каждого 2600 мАч. Они, кстати, уже при-чарджет, то есть они заряжены, то есть на них уже есть напряжение. Ладно, в следующем видео я их протестирую. Сниму видео о их натуральной емкости и посмотрим, соответствует ли надпись 2600 мАч действительности. 12 аккумуляторов. Следующая посылка. Электронные компоненты. Здесь такое что-то тяжелое. Открываем и здесь мы видим вот такой вот модуль. Это высоковольтный модуль. Здесь он преобразует напряжение от 3 до 7 вольт. Напряжение 400 000 вольт. Конечно, это все, я думаю, неправда. Здесь 400 000 вольт не будет, даже судя по этим проводам. Ну, допустим, 20 000 вольт с минимальным током вполне реально получить. Такой высокочастотный звук. Ну, кстати, с этого модуля хорошо делать зажигалки. Знаете, есть зажигалки для газа с пьезоподжигом, а здесь будет такой вот у нас электрический эффект. Работает очень громко, кстати. Можно с него сделать такой небольшой электрошок. Следующая посылка. Здесь у нас офис Саплис. А это у нас зарядка. Зарядное устройство от USB для аккумуляторов, которые... Так, аккумулятор у нас здесь. Вмещается обычный. Да, и 3А. Вполне себе нормально там чувствует. Кстати, очень качественно сделано. Здесь какой-то такой китайский бренд Palo. USB charger. Топ заряда и часы. Количество часов. Понимаю. И все. Далее посылочка. Интегральные схемы. Вообще, такая тоненькая. Боюсь что-то там внутри повредить. А вот здесь у нас вот такая интересная штука. Вот такие датчики. Это ртутные переключатели. Внутри, как мы видим, ртуть. Так вот запакованы они. Опасно. Была такая вот посылочка, да? И всего лишь вот такой вот зип-пакетик. Ну ладно. Интересные контакты. С ними тоже можно что-нибудь попаять. Крайняя посылочка на сегодня. Давайте аккуратно попробуем это все вскрыть. На эту посылочку я обязательно сделаю обзор в следующих видео, потому что она интересная. Одна посылка содержит две вещи. Это вот такая вот Full HD камера и камера эндоскоп. Такой вот коробочки. Здесь у нас указано, что диаметр самой камеры 5,5 миллиметра и 2 метра длина кабеля. Waterproof, смартфон, USB. То есть подключается данная камера к смартфону через microUSB. Разрешение 640 на 480 и интерполяция будет 1600 на 1200. IP67. Класс защиты. Из комплекта у нас инструкция. Как и не первый раз заказывают у продавца. OVLCAT называется. Ссылку я оставлю под видео. Кстати, драйвер. Здесь у нас переходник. Это microUSB. Это обычный USB. Набор насадок. Здесь и магнитик есть, и зеркальце. И сама камера. Очень миниатюрная на самом деле. Посмотрите. То есть, в принципе, может пригодиться в хозяйстве. Например, кто занимается ремонтом автомобилей, может в глубину своего железного коня залезть. Посмотреть, там течет ли масло, там и так далее. Вот. Значит, 2 метра длина. Все это подключается к смартфону и транслируется уже, соответственно, на экран. Ну, это будет в следующем видео. Я сделаю подробный обзор. Дальше. Такая вот камера. Шпионский видеорегистратор. Или такой soft-touch пластик. On-off кнопочка. Здесь у нас такая застежка. Можно носить, например, в кармане рубашки. Инфракрасная подсветка. 4 светодиода. И кнопки для того, чтобы сделать видео. Включить запись и сделать фото. Опа. Сюда вставляется карта памяти. А здесь можно подключить microUSB и шнур для того, чтобы заряжать внутренний аккумулятор. Вот такая вот интересная, миниатюрная шпионская камера. Опять же-таки, более подробный обзор. Я на нее сниму в своих следующих видео. Всем, кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok